Всем привет! Меня зовут Дарина, а это мои собаки Лиза, Николь, Доминик и Лео. Сегодня мы поговорим о прогулках. Гулять мы очень любим. Правда, ребят? Гулять. Чтобы ваши совместные прогулки приносили вам только радость и поменьше хлопот, нужно правильно подобрать амуницию для вашего питомца. Что лучше выбрать, ошейник или шлейку? И какие нюансы нужно знать при выборе? Давайте разбираться. Начнем, пожалуй, с ошейников. Придя в зоомагазин, просто разбегаются глаза от выбора ошейников. Есть из натуральной кожи, из искусственной, из синтетических материалов, из металла. Все эти ошейники можно разделить по сферам их применения. Прогулочный ошейник. Ошейник для ежедневных выгулов питомца. Он должен быть изготовлен из качественных материалов, из носостойких, но не вызывающих дискомфорта у собаки. Кожи, кожзама, войлока, нейлона. Ошейник-удавка. Подобные ошейники применяются для выгула и дрессировки представителей крупных или бойцовских пород, обладающих своенравным или даже свирепым нравом. Воздействие удавки ассоциируется у собаки с запретом. Естественно, что необходимо рассчитывать силу и время воздействия. Парфорс или строгий ошейник. Еще один тип амуниции для собак с определенным характером. Его используют в процессе обучения и дрессуре. На внутренней части у него расположены шипы, которые доставляют питомцу дискомфорт во время сильных рывков и при натяжении. Очень важно, шипы не должны травмировать кожу питомца, иначе процесс обучения не даст положительных результатов. Декоративные ошейники. Ну, тут все понятно. Просто яркие ошейники для красоты. Чаще всего применяют для собак миниатюрных пород. Также есть ошейники для несения службы, ринговки, ошейник-селедка, ошейники-цепочки и другие. Ну а как же выбрать? А выбирать ошейники нужно, исходя из породы и темперамента. Например, для обладателей жесткой шерсти лучше выбирать ошейники с кожаной внутренней поверхностью. Крупных, бойцовских, темпераментных собак лучше выводить на строгом ошейнике. Питомцам с длинной шелковистой шерстью лучше подадут ошейники цепочки из хромированного металла. Но чтобы обезопасить очень любопытного и непослушного питомца во время воспитательного процесса, лучше применять ошейник-удавку. Ну а для щенков рекомендуется применять легкие кожаные или нейлоновые ошейники, которые приносят минимум дискомфорта. Опытные кинологи имеют в своем распоряжении несколько видов ошейников для разных случаев, для выгула, для дрессировки. И то же самое они рекомендуют другим владельцам собак, но я думаю, что это не обязательно. Главное подобрать хотя бы один правильный ошейник. Но теперь насчет шлейки. На сегодняшний день шлейка является довольно популярным изделием, и у нее есть ряд преимуществ. И прежде всего шлейка устраняет нагрузку с шейных позвонков животного, распределяя ее на плечевой и грудной отделы. Также питомец, носящий шлейку, не чувствует дискомфорта, и она удобна в использовании. Вам легче удерживать собаку. Недостатками является быстрое привыкание собаки. После ношения шлейки питомец может отказаться от ношения обычного ошейника. В процессе воспитания шлейка мало поможет, так как ее оттягивание не окажет на собаку должного воздействия. Так что же лучше, ошейник или шлейка? Несмотря на все преимущества и недостатки ошейников и шлеек, нет единого мнения на этот счет. Многие ветеринары и кинологи считают, что ошейник пагубно воздействует на шейные позвонки питомца. Но в то же время есть мнение, что вредно постоянно использовать шлейку, так как у животного образуется другой центр тяжести, и шлейка может влиять на развитие и строение грудного отдела и позвоночника собаки. Конечно, есть какие-то реальные случаи, где выбор очевиден. Ну, например, для Сен-Бернара шлейка будет не лучшим вариантом. Здесь будет более актуальным хороший крепкий ошейник. Кроме того, некоторым породам, например, таксам, специалисты вообще не рекомендуют их использование. А для миниатюрных питомцев, например, тойтерьеров, чихуахуа, шлейка является наиболее удачным вариантом, так как не оказывает давление на хрупкие шейные позвонки и является украшением собачки. Это же касается и представителей пород с короткими мордами, мопсов, французских бульдогов и других. Что же касаемо выбора амуниции для щенка, то здесь мнения специалистов тоже разделились, но все же большинство считают, что не рекомендуется использовать шлейку до укрепления костного корсета, то есть где-то до 8-10 месяцев. И второе, как я говорила, на шлейке вы не сможете воспитывать щенка на прогулке. Ну что ж, я думаю, что идеальной здесь будет золотая середина, то есть было бы неплохо иметь у себя в арсенале несколько видов амуниции, то есть, например, один ошейник и одну шлейку и менять их в зависимости от ситуации. Но для начала вам нужно определиться, какая порода у вашей собаки, тип шерсти, темперамент, размер, будете ли вы с ней заниматься дрессировкой на прогулках и так далее, и уже потом делать свой выбор. Кстати, напишите мне в комментариях, какая порода собаки у вас и что вы используете, ошейник или шлейку. Ну что же, на этом все на сегодня. Следующий мой ролик также будет в продолжение темы выбора амуниции. Будем выбирать между рулеткой и поводком, не пропустите. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны и до встречи. Пока! Например, для обладателей жесткой шерсти рекомендуется А вот чтобы обезопасить непослушного и очень Слиза отмесью помаду.